У меня сегодня в гостях три звездчатых сапфира. Причем это сапфиры цветные, посмотрите на их цвет, да, они выглядят необычно. Это не те черные звездчатые сапфиры, которые я часто показываю у себя в канале. Всем привет! С вами гемолог Ольга Меликян и вы на канале о драгоценных камнях Джумстоунс. Звездчатые сапфиры Чек-лист от гемолога гранатам, на что обратить внимание при покупке 8 самых ценных гидов гранатов. Видеозапись вебинара доступна по ссылке. Стоимость записи 5000 рублей. Если вы хотите посмотреть этот вебинар, напишите мне в WhatsApp, чтобы получить информацию о доступе к вебинару. Внизу экрана вы видите номер моего WhatsApp. Ну а теперь вернемся к звездчатым сапфирам. Сразу же скажу, что, к сожалению, для вас и для меня эти сапфиры не продаются. Мне их дал посмотреть и оценить один коллекционер, который в них души не чает сам. И, безусловно, расстаться с ними не может ни при каких условиях. Поэтому давайте просто ими полюбуемся. Вот первый сапфир, который мы видим, здесь 1,95 карат. Он такого розово-пурпурного оттенка цвета. Причем самое интересное, что некая прозрачность в нем угадывается. У него тоже видны зоны роста. И даже вот я сейчас показываю при дневном свете, все равно бегает маленькая звездочка. Но отдельно, как выглядят звезды, я обязательно потом покажу и расскажу уже чуть попозже. Следующий наш образец серебристого оттенка цвета. Он очень прозрачен. У него вес самое интересное, что составляет 2,06. При этом выглядит он чуть поменьше, чем предыдущий товарищ. Опять же, это связано с тем, что часто кабошоны делают с высокой площадкой, то есть высоким конусом. За счет этого он набирает дополнительный вес. Поэтому при таком небольшом диаметре он, тем не менее, самый тяжеловесный из сегодняшних наших героев. В этом образце, если мы смотрим при дневном освещении, видна такая бархатистость. Очень благородно смотрится. Ну и наконец, третий наш образец. Образец малыш. Его вес составляет меньше карата, 0,94 карата. Он самый задорный, самый веселый. У него хорошая прозрачность и такой сочный розовый оттенок цвета. Прям вот ягодка настоящая. Все эти образцы родом из Таиланда, они являются уникальными, потому что на сегодняшний день найти вот так вот просто звездчатые сапфиры цветные, то есть розовых, серебристых, пурпурных оттенков, это, конечно, чудо из чудес и большая-большая редкость. Ну а теперь давайте посмотрим, как раскрываются звезды в наших красавцах и насколько они ярко выражены. Я специально ушла немножко вглубь помещения, чтобы не было белого света. Поставила желтую лампу и сейчас буду светить фонариком, смотреть, как раскрывается в каждом из них звезда. Итак, я беру самый первый образец. Сейчас наведу резкость. Вот, смотрите, сейчас подносим фонарик. Вот начинает появляться наша звездочка. Обратите внимание, в этом розовом образце, насколько тонкие лучи самой звезды, да, то есть очень хорошо видна звезда, все лучи полностью покрывают всю площадку камня. Звездочка бегает очень хорошо, очень яркая. Вот, ну, слушайте, ну, прямо радость, честное слово. Чем-то напоминает кружевник. Конечно, если мы сравним с звездой, проявляющейся в черных звездчатых сапфирах, она там немного другая. У нее лучи чуть более толстые, и она не такая четко выраженная. То есть, во-первых, у нее золотистый оттенок цвета, да, она немножечко выглядит по-другому, как будто бы она как бы появляется над поверхностью, а это прям как будто бы на поверхности. Интересно смотрится и выглядит очень хорошо. То есть, на мой взгляд, в этом образце звезда проявлена просто идеально. Хотя я, конечно, показываю, как раскрывается звезда при желтом свете, да, при искусственном освещении. Но если вы выйдете на улицу с этим камнем, и у вас будет звездчатый сапфир, то, безусловно, звезду вы увидите и при дневном свете. И это тоже очень интересно, потому что она выглядит ярко и очень радостно. Ну, а теперь давайте посмотрим, как выглядит звезда в нашем втором образце. Насколько хорошо она там раскрыта, да, и какого цвета звезда проявляется. Все-таки мы возьмем наш образец серебристого оттенка цвета, такого голубовато-серебристого. Итак, я беру камень. Я обязательно ставлю вниз ладошку, чтобы было сразу же видно оттенок цвета камня. Вот смотрите, навожу сейчас фонарик. Сначала я даже подумала, что в этом камне нет звезды, по крайней мере, мне ее не удавалось словить. Но потом, приноровившись, я поняла, что она там есть. Дело в том, что у этого камня есть большое включение. Вот сейчас оно с правой стороны проявлено. Вот видите, сейчас звезда появилась. Так вот, это включение мешает показаться одному из лучей. То есть, ну, не получается, да. Вот. И кажется, если звезда уходит вниз, например, что ее там просто нет какой-то, просто солнечное пятнышко такое маленькое. Ну вот, ну вот сейчас я ее вывела чуть выше, да, и звезду эту отчетливо видно. Звезда здесь тоже, смотрите, такая бело-золотистого оттенка. Интересно смотрится. Вот. Я думаю, что если был бы образец, где можно было бы уловить всю звезду и показать всю игру камня при этом, это, наверное, вообще бы феерично смотрелось. В этом смысле интересно смотрится сравнение по весу, да. Этот образец кажется меньше, тем не менее, вес его намного больше. Вот. И выглядит он, мне кажется, таким достаточно махоньким, на мой взгляд. Ну и, наконец, я возьму самого нашего главного героя. Это малыша. Розовое чудо. Розовый малыш. У него самый яркий цвет. Вы посмотрите, какая яркая, сочная звездочка. Ну, звезда здесь, конечно, просто идеальная. При том, что он такой крошка. Вот. Но звезда в нем раскрывается просто блестяще. Она видна полностью по всей поверхности. Тоненькие, четкие лучики. Все шесть штук во все стороны. Ну, просто вот радость какая-то. Так и хочется скушать. Очень, конечно, сочный камень. И вот было бы здорово сделать, я не знаю, такое колье вот с такими маленькими звездчатыми сапфирами. Но, к сожалению, это такая большая редкость, что, я думаю, если даже задаться целью, это не на один десяток лет, чтобы подобрать бусинки для такого колье. Да, повезло этому коллекционеру, потому что можно наслаждаться такой красотой каждый день. С обратной стороны, как правило, камень не полируют. То есть, достаточно просто обычной шлифовки. Вот, и часто, если камень имеет много включений с обратной стороны, это тоже будет заметно и видно. Вот в данном образце в малыше с обратной стороны вы видите, что очень четкая поверхность, никаких дополнительных включений нет. Собственно говоря, это и показывает его хорошую прозрачность для звездчатого сапфира. Великолепный цвет и, конечно же, прекрасную звездочку, которая, ну, наверное, на мой взгляд, является вообще самой лучшей из этих трех образцов. Он просто великолепен. Маленькая ягодка крыжовника. Ну что, давайте теперь посмотрим, как они смотрятся вместе. Итак, наш первый образец розово-пурпурный. Вот его звезда. Красивые тонкие лучи. Цвет оттенка сразу же загорается, да, становится не пурпурным, а розоватым. Серебристый звездчатый сапфир. Он такой, знаете, как бесцветный становится. Серебристый, бесцветный. Ну, красивый цвет, конечно, благородный. Звезда, правда, не очень. Ну и очаровательный малыш, у которого шестилучевая звездочка, ну, просто, я не знаю, дарит огромную радость. Смотрите, как он загорается. Просто счастье какое-то. А теперь давайте посмотрим на них на всех вместе. Такое прям прекрасное трио, я бы сказала. Даже не знаю, что за украшение могло бы с ними получиться. Ну, коллекционер ничего делать с ними не хочет. Он на них, как говорит, сохранит у себя и радует. Но я думаю, что я даже не знаю, если бы это были мои сапфиры, что бы я с ними такого сделала. А как вы думаете, какое украшение могло бы им подойти? Напишите в комментариях, будет интересно узнать вашу идею. Если честно, большую радость испытываю от того, что имею возможность в руках подержать эти чудесные дары природы. Конечно, приятно, что и на Мадагаскаре, и в Шри-Ланке, и в других странах стали находить все чаще и чаще цветные сапфиры различных оттенков. Это всегда очень радостно и волнительно. Однако, вместе с тем, именно звездчатые сапфиры это какой-то отдельный кусочек сердца для радости и для отдельных эмоций. Потому что всегда это дарит какие-то совершенно новые впечатления. Ну и, конечно же, по редкости звездчатые сапфиры являются одними из самых редких звездчатых драгоценных камней. Пожалуй, уступают пальму первенства только рубинам. Поэтому найти такие чудеса и увидеть их сразу же всех вместе, это, конечно, просто находка, это радость. Однако, нас интересуют не просто драгоценные камни этих видов. Нас интересуют лучшие драгоценные камни. Поэтому подписывайтесь на мой канал Джим Стоунс, следите за обновлениями, и вы одним из первых увидите новые драгоценные чудеса. Спасибо за внимание, и давайте думать о прекрасном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok